Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за такой теплый прием. Я хотела бы, конечно, во-первых, поблагодарить за возможность сейчас поговорить с этой сценой. И, во-вторых, хотела поздравить всех участников проекта с его удачным завершением. Мне очень повезло. Я в качестве эксперта, скорее, такой внешней оценки участвовала в этом проекте практически с самого начала. И, во всяком случае, вот в этих осенних ежегодных конференциях всегда принимала участие. И мне кажется, что его результаты действительно достойны похвалы, достойны распространения. И такое удачное завершение получил этот проект, очень необходимый в современных условиях развития образования вообще и педагогического образования, естественно, в частности. Потому что я, безусловно, очень солидарна со словами, которые прозвучали от уважаемого коллеги, заместителя министра по образованию Архангельской области, который сказал вторую фразу, но наполненную, наверное, новым смыслом. Кадры решают всё. Действительно, можно говорить о каких угодно изменениях, но если не будет поддержки и понимания тех людей, которые, собственно, их выполняют, то, видимо, вообще к ожидаемым результатам можно никогда не прийти. И всё-таки мне сейчас хотелось бы вот в этом выступлении, ну, может быть, попытаться поставить какие-то новые вопросы, потому что, безусловно, очень важно анализировать, что было сделано. Но представляется также важным вот на таких форумах ставить новые задачи на основе того, что уже было сделано сегодня на основе достигнутых результатов. И поэтому мне показалось важным задуматься о том, каковы должны быть векторы дальнейшего развития высшего образования. В частности, мне хотелось бы такой более широкий взгляд, что ли, бросить. Хотя, безусловно, я применяю это в первую очередь как профессор Института педагогики Герценовского педагогического университета. И, конечно же, в первую очередь применяю это всё к педагогическому образованию, к подготовке педагогов. И начать мне хотелось бы не с эпиграфа, а с такого кейса вместо эпиграфа, потому что мне представляется, что в нём очень хорошо поставлена задача современного образования. Здесь речь, как вы видите, идёт об одном из очень крупных форумов для бизнес-сообщества, которые ежегодно проходят в Москве. И вот на последнем форуме мне просто однажды в интернете попалось наблюдение одного из журналистов, который присутствовал на этом бизнес-форуме и наблюдал за залом. И он как раз говорил о том, что вот это совершенно уважаемое, известное имя, я думаю, в этой аудитории тоже известно, этого шведского экономиста, потому что у него есть совершенно замечательно написанная книга «Бизнес в стиле фанк». Ну, то есть легко читается для любого человека, и вообще интереснейший такой учёный, и интересно очень выступает. И вот он делал выступление о том, как должен развиваться бизнес в 21 веке. И вот журналист наш пишет, что почти половина наших бизнесменов покинула зал, поскольку не очень понимали, о чём идёт речь. Почему? Потому что ожидали конкретных рецептов, что если это вот великий экономист нашего времени, то он должен совершенно точно сказать, как нужно делать на раз, два, три, чтобы получить желаемые результаты. И вот проблема, которую на самом деле ставит этот человек, она заключается в том, что сегодня невозможно никого научить рецептурно. Очень важно научить мыслить, научить самому принимать решения. И мне представляется, что это вот для любого высшего образования очень такая необходимая и правильная вещь, а для педагогического тем более. Если мы задумаемся о том, к чему, собственно, нужно готовить сегодня специалиста в педагогическом образовании или школьника к выпуску из школы, то, безусловно, мы ориентируемся на черты современности, на черты современного человека, которые точно должны быть сформированы, чтобы у любого из нас, у любого выпускника, школы, вуза и так далее случилась успешная социализация. И, естественно, здесь вот есть вещи, о которых уже говорилось и в предыдущем докладе в том числе, да, и есть вещи, которые, как я смотрела по программе конференции, будут обсуждаться на секционных заседаниях. Но, во всяком случае, здесь есть некое понимание того, какие качества или какие компетенции современного человека востребованы сегодня. И мне хотелось бы также отнестись, ну, вспомнить, вернее, вместе с вами, я думаю, что тоже с текстом этого документа вы знакомы. Это один из крупнейших европейских проектов в области высшего образования, ну, который в русскоязычной традиции называется иногда «Горизонт». Значит, то есть очень большие задачи ставятся, я бы хотела вот одной капелькой, только одной гранью этого проекта коснуться, потому что там очень большое экспертное сообщество выделило основные тенденции развития сегодняшнего высшего образования и основные проблемы. И, собственно говоря, мне и хотелось бы вот к этому отнестись. И тенденции, как вы видите, они квалифицировались или классифицировались на три группы, как долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. И если посмотреть на то, какие тенденции сегодня определяются, то вы видите, что стоит под номером один, ну, как бы в верхней части списка, да, это культура инноваций. И мы понимаем, что это то, что сегодня чрезвычайно востребовано и в области образования и общего образования, и высшего образования совершенно однозначно. Ну, потому что мы сегодня слышим со всех высоких трибун о том, что Россия собирается строить инновационную экономику. И тогда становится, естественно, интересно, кто, собственно, будут эти строители инновационной экономики. И понимаешь, что, собственно говоря, они должны быть выращены в первую очередь на школьной скамье, за школьной партой. Ну, и тогда вот это всё увязывается, да, в одну проблематику и педагогического образования в том числе. Если говорить о второй тенденции переосмысления методов работы образовательных организаций высшего образования, то международное экспертное сообщество в этом плане в первую очередь обращает внимание на то, что сегодня вот совершенно точно уже назрела необходимость междисциплинарных программ. Я, если позволите, не буду каждую тенденцию комментировать, то есть вот некоторые, да, обозначила, ну, потому что ещё будет возможность пообсуждать эти вопросы, наверное, на секциях в том числе. И сейчас хотелось бы вот несколько слов сказать, опять-таки, по той же, собственно говоря, проблематике, о тех проблемах, которые сегодня существуют в высшем образовании, которые, на взгляд экспертов, немножко тормозят и внедрение новых технологий, и внедрение инноваций в высшем образовании. Ну, как вы видите, тоже они типологизируются на три группы, как проблемы разрешимые, то есть когда мы их уже можем сформулировать и знаем, как решать. Проблемы сложные, мы их можем сформулировать, но решения ещё пока неоднозначны. И третья группа проблем, проблемы вообще в принципе сложно формулируемые. И то есть мы понимаем, что, значит, есть вот некий, да, некая проблематика, но даже ещё пока не можем точно определиться, что с этим делать. И здесь, мне кажется, для высшего образования, да, вот есть определённые очень важные моменты для понимания. Но если говорить о первой позиции, например, смешение формального и неформального образования, ну, у нас будет сегодня, я думаю, очень интересный доклад по массовым онлайн-курсам. И, соответственно, вот это один из примеров, да, когда вот эта проблема стоит, можем ли мы зачесть то, что прослушано студентам, допустим, в онлайн-среде и получен сертификат, можем ли мы зачесть это в качестве кредита в высшем образовании, мы понимаем, что это проблема в российском образовании, да, вот уже практически решена, во всяком случае, ну, есть на это, есть в основании для таких выводов. Если говорить там о проблемах более сложного момента, то здесь более сложного характера, то конкурирующая модель обучения здесь в первую очередь, вот по исследованиям, речь идёт о чём? Речь идёт о соотношении для студента аудиторной работы или работы дистанционной. То есть они рассматривают как студенчество современное, рассматривают как конкурирующую модель, это те образовательные организации, которые в большей степени или больше фокус внимания уделяют дистанционному образованию. Ну и проблемы вот наиболее сложные, это опять-таки связаны, ну, наверное, что естественно в наш сетевой век, связаны с соотношением вот этой жизни реальной и виртуальной, и, соответственно, каким образом в образовании, да, мы должны реагировать на эти вызовы. Ну и сохранение релевантности программ. В этом плане, мне кажется, вот Россия, ну, во всяком случае, в педагогическом образовании ну, двигается достаточно успешно, потому что сегодня в педагогическом сообществе работающих по программам педобразования в вузах уже совершенно точно, однозначно есть понимание, да, то есть не просто продекларированное в документах, а понимание того, что действительно нужно стыковать наши стандарты со стандартами профессиональной деятельности. И если продолжать вот разговор, собственно, да, какие векторы можно выделить для развития педагогического образования, то, ну, я для себя вот выделила на основании вот этих тенденций, этой проблематики, ну, и сформулировала, понятным мне языком, во всяком случае, значит, какие стоят задачи. Итак, вы видите, что первая задача стоит, она действительно чрезвычайно связана вот с современными условиями жизни человека. Я ее обозначила как компетентность в обновлении компетенций, собственных компетенций, то есть то, что мы, ну, называем в теории, например, отечественной дидактики, мы называем, например, самообразованием или сегодня саморазвитием. То есть сегодня, вот, мне кажется, у нас в перечне универсальных компетенций в наших стандартах этого пока нет, но это, мне кажется, уже та необходимость, о которой следует говорить, потому что мы, безусловно, это подразумеваем так или иначе, организуя образовательный процесс в УЗИ. Однако же, вот, ну, впрямую об этом, может быть, не представляется, еще недостаточно говорим, потому что, действительно, сегодня самое важное, да, и вот как только что звучало в одном из выступлений, когда у ребенка очень много знаний в кармане, ну, имеется в виду, да, понятно, вот в этом устройстве или в каком-то другом, то, естественно, самым важным становится вот это умение учиться. Следующий вектор, да, это обучение во взаимодействии, потому что, опять-таки, вот само название сетевого века, мы уже там у себя в университете понемножку начинаем размышлять о таком своеобразном совершенно феномене, как сетевая личность, да, с совершенно иными характеристиками, может быть, не присущими вот привычному нам пониманию этого феномена личности человеческой. Следующий момент, это, конечно, вот это, ну, уже стыковка вот этого взаимодействия или развития человека в новой информационно-образовательной среде. Я прошу прощения, если это не очень корректный термин. Мне просто хотелось сфокусировать внимание, да, что среда это, то есть она бывает информационная и бывает образовательная. И мне хотелось вот именно вот это явление обозначить, да, когда информационная среда несет вот именно эту образовательную направленность. Ну и последнее, это, ну, собственно, обучение решению профессиональных задач. Ну, к этому, мне кажется, мы уже так очень продвинулись, да, и, ну, однозначно совершенно этот вектор остается с точки зрения, я еще раз повторюсь, профессионального стандарта. Следующий момент, ну, как бы, вот в качестве обоснования, да, должен быть обозначен, на мой взгляд. Это те теории, на которые мы можем опираться. И в этом плане, естественно, мы можем опираться на теорию метапознания, на теорию социального конструктивизма, который лежит основанием для взаимодействия и для современного понимания, каким образом работать вот со знанием сегодня. И так далее. И я хотела только обозначить вот еще здесь этот документ, которому уже, ну, около 20 лет, да, 96-го года, совершенно такой революционный на тот момент, да, и сегодня очень понятный нам, но мне кажется, очень важный для, вот, ну, может быть, нового прочтения вот этот документ ЮНЕСКО, который называется «Образование сокрытое сокровище», где уже 20 лет назад, собственно говоря, вот было рекомендовано, да, международному сообществу те самые, ну, может быть, в иных формулировках, но примерно те же направления для развития, о которых мы сегодня говорим. Я несколько слов хотела сказать по каждой позиции. И если говорить о первой, вот, о теории метапознания, да, это, ну, мощнейшая теория современная, которая как раз говорит о том, что как, то есть дает основание, как нужно обучать современного человека учиться самому. И здесь в основе лежат, как вы видите, два основных тезиса, совершенно понятные, да, и известные тем, кто в отечественной нашей теории, да, говорил о, или знакомился с концепциями самообразования человека. Во-первых, нужно сдать самому себе, как я сам учусь, и, во-вторых, я должен обладать знанием о том, как я могу себя контролировать, да, организовывать, достигать поставленных целей и так далее. И, да, и вот мне кажется, что, то есть при всем понимании того, как это важно, и признании вот этих тезисов, мы еще все-таки, ну, может быть, недостаточное внимание уделяем сегодня в образовательных программах вот таким вещам и вот этой компетенции, обновлении компетенции. Если говорить о взаимодействии, то я бы здесь обратила внимание на нижнюю часть слайда, да, когда вот, то есть понятно организовывать взаимодействие с кем, как это вот, мне кажется, уже такой, ну, немножко пройденный этап, то есть мы понимаем, что это, да. Мне кажется, что на сегодняшний день вот важно вместе определяться, каким образом работать со знанием, когда студенты, ну, мы часто организуем групповую работу, и студенты тоже умеют это делать, наверное, они меня поддержат, да, когда преподаватель дает задание в группе, и сразу распределяют его по кусочкам, ну, и потом как-то каким-то образом складывают в одно. Но на самом деле это, получается, сумма слагаемых, но не интегрированное знание, да, и здесь вот в этом плане, да, как распределять, как перераспределять, и как наращивать знания друг к другу при этом взаимодействии, это очень важный момент. И вполне вероятно, что он для некоторой части, вот, ну, сообщества высшего образования достаточно новый. Следующий момент, он связан, вот, мне кажется, с этими работой в сетях, с обучением в сетях, с новым этапом, что ли, в этом плане информатизации образования. Потому что, да, мы уже понимаем, что сегодня учитель, безусловно, ну, как было сказано, да, вот в приветствии уважаемого коллеги, про ректора Софу, да, конечно, мы понимаем, что учитель уже сегодня, ну, бессмысленно, если он просто передает информацию, потому что у ребенка информация часто бывает богаче по тем или иным вопросам. Да, безусловно, учитель должен быть посредником, там, ну, навигатором в этом море информационных полей, но мне кажется, что сегодня вот назрела уже необходимость, ну, продвижения дальше, потому что вот эти взаимодействия в сетях, которые, ну, вот я так или иначе тут прописала, попыталась прописать, ну, вот мы об этом тоже размышляем на кафедре, да, то есть нужна все-таки новая дидактика для обучения вот в этих новых средах, и потому что у них есть совершенно иные возможности, да, и вот насколько мы здесь можем и характеристики понять вот такого школьника или такого студента, который постоянно в сети находится, да, и вот это соотношение между реальной жизнью и нахождением в сети, ну, оно уже часто бывает сегодня не в пользу наших реалий, вот, и здесь, мне кажется, вот мы уже можем двигаться дальше, ставя сами себе вопросы вот в плане размышления о том, каким образом обучать, какие должны быть инструменты обучения таких субъектов образовательного процесса, потому что, ну, на сегодняшний день, во-первых, инструментов уже, ну, есть, да, совершенно интересные и мощные, там, и Вики, например, для совместной деятельности, и Google-инструменты и так далее. То есть, ну, важно, наверное, здесь задумываться о том, каково должно быть соотношение реального общения, дистанционного, да, что, собственно говоря, несёт каждая составляющая такого смешанного обучения и так далее. Ну, и я, наверное, не буду очень долго останавливаться на этом, потому что мне кажется, что вот это, ну, наиболее проработанный на сегодняшний день из всех вот этих проблемных достаточно вопросов, мне кажется, что в российской практике, ну, может быть, я не очень права, но вот это наиболее проработанный вопрос, во всяком случае, на уровне понимания. Может быть, на уровне организации мы ещё недостаточно успешны или, скорее, недостаточно эффективны в этом плане, но на уровне понимания совершенно точно мы, ну, в достаточной мере продвинулись. И более того, мне кажется, вот в рамках этого модуля, который мы сегодня обсуждаем, и как уже прозвучало в первом сообщении, да, здесь вот как раз с практикоориентированным характером, да, на самом деле, ну, очень большие подвижки случились, да, и большие успехи. Я прошу прощения, видимо, тут формат компьютеров как-то не совпал, вот в нижней части слайда, да, так немножко съехало всё, но мне хотелось просто показать, что когда мы размышляем о практикоориентированном характере обучения, мы и строим процесс несколько иначе. Если в традиционной логике преподаватель всегда идёт от теории к фактам и затем к вопросам, то вот в практикоориентированной логике или в логике, скорее, Льва Семёновича Выгодского и его социального конструктивизма, да, вот эта логика процесса обучения на самом деле идёт ровно наоборот, то есть от вопросов к фактам и потом уже к обобщениям. И здесь сразу вот, не знаю, услышали или нет, но мне кажется, сразу очень зримо, что здесь фокус делается именно на обучающемся, а не на обучаемом. Ну и, собственно говоря, вот для учебного процесса, вузовского во всяком случае, а вполне вероятно, может быть, и школьного, да, то, ну вот эти задачи, которые мы обычно, на что мы обычно ориентируемся при организации образовательного процесса, да, когда стараемся приблизить его, ну, на уровень, я не знаю, если хотите, профессиональной пробы для студента, да, чтобы это были всё-таки реалии жизни в нашем образовательном процессе, а не вот какие-то учебные, иногда, может быть, не очень актуальные для современного образования ситуации. Уважаемые коллеги, это вот, ну, всё, пожалуй, да, пунктиром, что мне хотелось наметить в качестве вот векторов развития высшего образования. И я очень надеюсь, что, может быть, ну, если не сейчас, то в секционных заседаниях, да, мы сможем найти какие-то, ну, новые, наверное, ещё не ответы, может быть, да, но, во всяком случае, какие-то точки соприкосновения вот в размышлениях над этими, как мне представляются, очень важными вопросами. Спасибо.